Мы находимся в музее-институте семьи Рерихов, здесь, на Васильевском острове, в этом знаменитом особняке. Кому он когда принадлежал? Он принадлежал разным людям, разным владельцам. Но последним его владельцем был Анфаил Петрович Боткин из очень известной семьи Боткиных. Это был очень известный коллекционер. И так уж получилось, что он был и начальником Рериха. В каком плане начальником? Когда Рерих, постоянное место его работало в императорском обществе поощрению художеств, он работал в частности и помощником директора музея. А директором музея был Михаил Петрович Боткин. Одесса его связана с имением в Изваре. Там ли юный Рерих впервые заприкоснулся с археологическими раскопками? Да. Вот перед вами карта. Это часть Жорского плато, очень богата археологическими памятниками. Сам рельеф местности, которая была покрыта курганами, они не могли не привлекать внимания Рериха. Раскапывали курганы, находили медные вещи металлические. Когда начинаются первые профессиональные, я образно скажу, археологические экспедиции Рериха? Вот в близлежащую окраину Петербурга. Ну, зачатки все-таки нужно относить к старшим классам гимназии Майя. И очень важно, что второй директор гимназии Майя, это Кракао, именно он наставил Рериха, когда Рерих сказал, что в окрестностях Извара он хочет проводить раскопки, и находки собирается отдать в гимназию. Именно Василий Андреевич Кракао наставил Рериха, что нужно проводить это как настоящее исследование. Писать отчет, попытаться разобраться, что это за погребение, к какому времени относятся. А дальше, желая расширить район своих исследований, как того требовали условия государственной деятельности, Рерих обращается в императорскую археологическую комиссию. Рерих очень удачно вошел в археологию, ему удалось сделать несколько открытий. Когда она становилась наукой. Да, когда она становилась наукой. Татьяна Сергеевна, я у Вас вижу на экспозиции книги Блаватской, сочинения Гоголя, какое они имеют отношение к археологическим увлечениям Рериха? Они здесь иллюстрируют их. Рерих, когда он говорил, каким образом он стал археологом, каким образом его увлекла история, древности, очень отмечал сочинения Гоголя, его мистику, его образность, его историзм. Это все очень привлекало Рериха. И кроме того, в гимнастическое время Рерих, известно, что он записал, делал выписки из книги Блаватской в Дебрихандастана. Мы знаем, что в дальнейшем Рерих был руководителем центрально-азиатских экспедиций, прошел по Тибету, по Теньшанию. Чуть не погиб. Чуть не погиб. Это была сложная экспедиция, в которой принимала участие его семья. Но мы видим, что зарождался тот интерес еще здесь, на Васильевском острове. Я у Вас хочу спросить вот о чем. На самом деле, Вы нам очень детально и много рассказали про то, как Рерих занимался археологическими изысканиями в Петербургской губернии. Но ведь он не только в Петербурге и в окрестностях, что называется, Капал. Да. После того, как он стал сотрудничать с империарским археологическим обществом, в 1899 году ему и другим археологам было дано задание провести исследование местности Псковской губернии в Порховском уезде и Многородской губернии в разных уездах. Это были довольно обширные раскопки. В основном это раскопки курганов были, то есть погребальных сооружений. И доехал до Балагова. Там же он познакомился с своей будущей супругой Еленой Ивановной Шапошникой, уже замужественной Рерих. Тогда же он встретился впервые с находками каменного века. Археология наука живая, постоянно накапливаются сведения. И, казалось бы, все довольно забытое прошлое, то, что, наверное, называется историографией науки. Кто, когда, что сделал. В любом случае, как говорил Рерих, из прекрасных древних камней прошлого сложите ступени будущего. Это значит, что мы должны помнить о том, что было раньше, как люди создавали науку, как они приходили к каким-то идеям, к каким-то открытиям. Это наша ценность, это наше наследие, мировое наследие, к которому Ир Ирих тоже причастен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова